МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok И офис в Петербурге. Все наши программы можно посмотреть на сайте, все, что касается горнолыжных программ, да, все посчитано на вылеты из Петербурга, но, конечно, мы все делаем под те рейсы, которые из регионов. Вы можете предложить субтитры создал DimaTorzok 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 Другие в следующий день, когда они уже должны кататься, они идут и с утра находятся уже у нас в полной боевой готовности, не стоят в очередях за эскипасами, не стоят в очередях в пунктах проката оборудования. И все это уже успели сделать накануне. Это очень удобно. И курорты Целямзе, Капрун, Зальбахинтерглем и курорты Данимегаштайн, про которые я вам расскажу чуть позднее, они находятся как раз примерно в часе в полуторе езды. То есть это очень удобно по трансферам от аэропорта Зальцбурга. Поэтому, конечно, мы очень с большим удовольствием продаем этот рейс. У нас есть на нем гарантированные блоки, поэтому все наши пакеты, которые посчитаны на этот рейс на Зальцбург, они идут без доплат. Следующий рейс, на который мы обращаем сейчас... Следующий рейс это рейс в Мюнхен, который мы используем тоже с большим удовольствием. Это регулярный рейс аэрофлота в Санкт-Петербург-Мюнхен. Тоже очень удобное расписание. Вылеты утренние. Традиционно этот рейс используется под курорты Земли Тироль. Это курорты Майрхофен, Зальцбург, Мишкель, в первую очередь, самые популярные для российских туристов. Время трансфера порядка трех с половиной часов. Это, если мы говорим про Зельдан и про Ижгаль, конечно, очень сильно время трансфера зависит от погодных условий. До Майрхофена ехать примерно два часа. Конечно, когда мы с вами выбираем туры для наших дорогих и замечательных туристов, мы в первую очередь должны отталкиваться от перелета и от трансфера, когда мы решаем, какой курорт мы будем рекомендовать. Мы сегодня пройдемся по нескольким курортам. Я вам расскажу поподробнее про каждую из них, про какие-то характеристики, особенности, тонкости при продаже. Но, конечно, вы должны понимать, что, по сути, часть вот эта перелетная и часть трансферная, она, конечно, очень важная и немаловажно обращать внимание на тот момент, поскольку вылетает обратный рейс. То есть, если мы сейчас говорим про рейс из Мюнхена, то обратно он вылетает в 12.10. Это значит, что трансферы с курортов, таких как Зюльден и Юльполь удаленная, мы назначаем на 4.30. То есть, туристов забирают с курорта. То есть, вы это должны понимать, вы должны об этом говорить вашим туристам заранее, потому что не все осознают, что, если, например, рейс будет еще раньше, то тогда они, соответственно, будут лежать вообще ночью, да, и когда люди путешествуют с детьми, это может потом оказаться проблемой. И они должны понимать заранее вот эти вот нюансы. Что касается трансферов, я бы хотела обратить ваше внимание, что, конечно же, мы делаем индивидуальные трансферы и класса комфорта, класса люкс на топовых микроавтобусах с полным оборудованием. Но обратить ваше внимание я хотела бы на такую вещь, как шаттл-трансферы, это групповые трансферы, которые мы предлагаем под наши прибытия, под наших рейсов из аэропорта Зальцбург и из аэропорта Мюнхен. Аэропорт Мюнхен мы гарантируем групповой трансфер под любой рейс, да, это очень важный момент, поэтому в основном как раз, если мы говорим про прибытие из регионов, как правильно люди как раз используют аэропорт Мюнхена, потому что в него достаточно большой хаб, то есть практически из всех регионов через Москву можно добраться мимо до Мюнхена под любой рейс. Мы делаем без доплат групповой трансфер от одного человека на все основные курорты Австрии, то есть не только на те курорты, которые у нас представлены в наших программах, то есть все курорты, пожалуйста, никаких проблем, по любой рейс мы это сделаем. Шаттл-трансферы в Австрии, они доставляют и забирают туристов именно от дверей отеля, при технической возможности подъехать к самому отелю. То есть если это какой-то пансиончик или частные апартаменты, обязательно сообщайте нам точный адрес, нам обязательно нужно при бронировании трансфера иметь мобильный телефон клиентов, который будет работать в Австрии в роуминге, это обязательно нужно предоставлять трансферной компании, чтобы они могли именно состыковать вот эти вот утренние трансферы, когда мы забираем туристов от апартаментов, от всяких пансиончиков, чтобы никто никуда не потерялся. И, конечно же, если туристы понимают, что к их пансиону не подъехать, то есть просто нет технической возможности, они, конечно, понимают, что они ждут на ресепшен, они выходят на улицу и смотрят, подъехал ли их автобус. То есть это обязательно нужно тоже учитывать и объяснять гостям. Следующий момент, который я хотела бы озвучить чисто технически, до того, как мы перейдем с вами к вопросу уже по курортным, будем рассматривать все наши направления, это багаж. При бронировании трансфера, при бронировании перелета обязательно обращайте внимание, включен ли багаж и какие условия у авиакомпании по провозу горнолыжного оборудования. Это очень важный момент. У аэрофлота на зимнее расписание действует акция, что один комплект горнолыжного оборудования, листовый самобор, включен в стоимость общей нормы багажа. То есть ни на одного человека один комплект, это значит одни лыжи, одни ботинки, отдельно упакованные, и общий вес сдаваемого в багаж не должен превышать 23 кг. Это правила аэрофлота. У каждой авиакомпании правила свои, обязательно нужно этот момент учитывать. Также мы всегда просим информировать нас при бронировании, везут ли с собой туристы оборудование, потому что мы это также подбронируем на трансферах. То есть по умолчанию на каждого человека у нас входит один комплект оборудования, нужного тоже бесплатно на трансфере к провозу. Также один чемодан и одно место ручной класса. Если ваши туристы путешествуют с большим количеством багажа, об этом обязательно нужно сообщать дополнительно, потому что лишние чемоданы на групповые трансферы могут просто не погрузить. Все то же самое касается и агроналожного оборудования. То есть если ваши туристы везут с собой несколько комплектов лыж на одного человека, то тоже нам нужно об этом знать заранее. Мы будем это переподтверждать у трансферной компании, чтобы у туристов не возникло никаких сложностей потом на трансфере. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы мне потом пишите в чат, я буду на них отвечать, либо если что-то нужно уточнить срочно, пишите сейчас или после презентации я, конечно же, и вам отвечу. Сейчас мы переходим уже к рассмотрению именно горнолыжных регионов. Как вы знаете, Австрия – основные две федеральные земли в Австрии, в которых сосредоточены основные и любимые российскими туристами курорты. Курорты – это земля Зальцбург, Зальцбург-Ирлэнд называется, и Тироль. Сейчас мы с вами познакомимся с курортами земли Зальцбург, Зальцбург-Ирлэнд. Это курорты Далина Гастай, это курорты Зальба-Хитраглин и это курорт Целемзеи-Капрум. Сама по себе земля Зальцбург – это земля, в которой, в общем-то, огромное количество горнолыжных курортов, то есть это 22 горнолыжных региона, порядка двух тысяч километров горнолыжных трасс. Давние традиции сервиса, высокий уровень, отличная подготовка трасс, очень современные подъемники, то есть инвестируются невероятные средства ежегодно в обновление именно инфраструктуры горнолыжных курортов. И наши гости это всегда отмечают, когда приезжают на курорты Зальцбургского края, что действительно самые современные подъемники очень комфортные. Это подъемники с защитой от ветра, это подъемники с подогревом сидений, очень быстрые, тихие, комфортные. Это действительно, это все действительно так, то есть это очень чувствуется. Люди приезжают и они понимают, за что они заплатили деньги за скипас. То есть это не только идеальные трассы и не только большое количество этих трасс, но и действительно вся инфраструктура на курортах очень комфортная. То есть все продумано для того, чтобы можно было с удовольствием проводить там свой отпуск. Конечно, курорты Зальцбургского края это зимний спорт вообще за большой буквы, что называется. Это и горные лыжи, и сноубординг, но также катание на коньках, катание на самках, беговые лыжи. Большое количество подготовленной, ухоженной беговой лыжи. Очень часто обращаются к нам туристы с вопросом, есть ли именно беговые лыжи на горнолыжных курортах. Для определенных спортивных людей им нужны обязательно для беговых лыж именно высокогородные тренировки. И тогда они едут на горнолыжный курорт именно на горных лыжах кататься, а кататься на наших традиционных классических лыжах северных. И именно курорты Зальцбургского края предлагают оптимальные совершенно условия для этого. Подготовленная лыжня в очень большом количестве. Поэтому, пожалуйста, предлагайте и не удивляйтесь, когда у вас будут такие запросы. Вот хочу вам показать буквально несколько картинок для настроения. Как говорится, одна картинка стоит тысячи слов. Вот так у нас это выглядит. И мы переходим к нашему первому курорту. Это курорт Зайнбах-Интерген, горнолыжный цирк, они так себя называют. Вот она, собственно, карта, схема склонов. На курорте порядка 200 километров трасс. И он объединяет между собой системы подъемника и несколько курортов, как вы видите. Вот она, долина у нас. И, собственно, сам городок Зальбах. Вот он, городок Хинтерглен. И у нас есть еще с другой стороны, с другой долины, да, городки. Но основные, конечно, для нас это Зайнбах-Интерглен. Это самые популярные, и они самые удачные по инфраструктуре. И, конечно, предлагают там очень хороший уровень размещения. 200 километров горнолыжных трасс, 55 подъемников. По сути, 90% всех спусков обеспечены системами искусственного оснижения. То есть гарантия снега там очень высокая. И весь сезон, январь, февраль, до середины марта, до второй половины марта, там изумительное совершенно катание. Причем, как вы видите, да, вот, например, на этой фотографии, и следующий слайд я вам тоже покажу, да, это очень красивое катание. Горнолыжники это называют катание в елках, да, когда курорт, высота курорта порядка двух тысяч метров, то еще есть на склонах вот эта растительность, поэтому получается, конечно, очень красивая фотография. и люди очень, многие именно любят кататься вот на таких высотах, чтобы не кататься по именно белой пустыне, белой равнине, как это бывает на курортах, где высота гор порядка трех тысяч метров. Да, это у нас будет в Тироле, я расскажу потом отдельно. Чем хорош городок, этот регион, в первую очередь, что это один из немногих курортов, который, по сути, предлагает своим туристам такую вещь, как скринский аут, да, катание, практически, можно спускаться в несколько наложенных трассов практически к отелям. То есть, так компактно расположен сам курорт, такое количество подъемников, да, вы видели это на карте, что, по сути, выходя практически из любого отеля, да, на курорте, в центре курорта, буквально там 50-100-150 метров, и у вас будет подъемник. Точно так же, да, вы спускаетесь с трассы и буквально там проходите несколько метров, и вы уже в отеле, вам не нужно далеко ходить с лыжами в карнолыжных ботинках, это очень комфортно. А еще один такой серьезный тоже плюс, что, почему они, кстати, называются, да, карнолыжный цирк, что сам курорт, он расположен на двух склонах горы, и, по сути, это как манеж цирка, да, выглядит. И все трассы, они взаимосвязаны, и человек, начиная кататься с пункта А, он по кругу может объехать весь регион и спуститься в эту же точку, да, то есть это получается такое катание, целый день вы катаетесь на разных трассах и возвращаетесь к своему отелю, не повторяя трассы. Это очень многих привлекает туристов, очень популярный курорт, отличный отдых на курорте с детьми, есть трассы легкие для катания новичков, большое количество горнолыжных тоже школ, курорт с хорошей инфраструктурой, есть где погулять, очень симпатичные деревеньки. Также мы помним, да, про короткий трансфер из города Зальцбург, да, это час-полтора в зависимости от погодных условий, то есть это очень комфортно для именно семейного отдыха. Также, например, те семьи, те компании туристов, которые, например, едут, кто-то катается, кто-то не катается, то есть на этом курорте часть, которая не катающаяся, где есть чем заняться, она может идти погулять, может немножечко прогуляться по магазинам. Опять же, Зальцбург недалеко, то есть реально выехать в Зальцбург на день, на экскурсию, или просто самостоятельно поехать по городу погулять и вернуться на курорт. Естественно, предлагается и катание на санях, да, здесь можно покататься, и вечернее катание тоже присутствует, достаточно веселый курорт, здесь есть так называемые опрыски, никто не знает опрыски, это обозначается, дословно перевод, после лыж, то есть это обозначается таким понятием всевозможные барчики, кафешки, ресторанчики, да, которые начинают свою работу после того, как закрылись трассы, да, перестали работать подъемники, и все спускаются потихонечку с горы, и чтобы не идти сразу в отель, не хочется, да, расставаться, собираются все в таких, в таких барах, прямо в лыжных ботинках, в карнолыжных костюмах, и с удовольствием веселятся, слушают музыку, танцуют, и вечерние тоже, соответственно, у нас всевозможные клубы, дискотеки, тоже присутствуют на этом курорте, так что по понятию опрыски, он, в общем-то, на очень хорошем счету. Трасса ночного катания, вечернего катания тоже есть, я про нее говорила, и кому не хватило в течение дня покататься, вот, пожалуйста, можно покататься еще и вечером. Ну, по сути, это существует на каждом курорте, но отмечаем всегда дополнительно, потому что туристы очень часто спрашивают, есть ли ночное катание? Да, есть. Буквально несколько хочу вам представить отелей, просто чтобы вы получили представление, да, об уровне размещения на этом курорте, конечно же, отелей очень много, и далеко не все отели у нас посчитаны на сайте, вы можете запрашивать любой отель, мы работаем с ними со всеми, если есть физические номера на личи, да, естественно, мы их можем предложить, поэтому никаких проблем, пишите просто запросы, потому что просчитать все и пансионы, и отели, теоретически невозможно, и действительно очень много. Отель Berger Sport Hotel, это 4 звезды, центральное расположение, есть своя спа-зона с бассейном, вот вы видите тоже, да, на фотографии пример номеров, хороший очень уровень, очень такая достойная, качественная четверка, хорошая кухня, очень удачное расположение, близко к подъемникам, то есть отель очень и очень достойный. Следующий отель, он будет побюджетнее, тоже это отель 4 звезды, отель Panther, расположен тоже центрально, ну, как я собственно говорю, на этом курорте очень большое количество отелей сосредоточено именно в центре, отель чуть-чуть побюджетнее, попроще, есть своя спа-зона, но нету бассейна, ой, нет, извините, бассейн есть, он открытый, открытый бассейн, есть своя спа-зона с саунами, с хамамом, он попроще, немножечко в оформлении, но тоже очень достойный, хороший отель, предлагайте для семейного отдыха, совершенно замечательно, тоже он входит. Лоревита Резиденс Зальбах, тоже отель со своей, есть сауна практически в большинстве отелей, а все, что касается уровня 3-4 звезды, есть своя спа-зона, и, конечно, отличаются они только тем наличием бассейна или его отсутствием, там есть определенные нюансы по размеру, там отели по размеру спа-зоны, но, в принципе, вот так вот, после дня катания прийти, расслабиться, погреться, погреть свои мышцы в сауне, совершенно без проблем, можно во всех практически отелях 3-4 звезды, практически они все идут с зоной спа, с саунами и с хамамами. Вот, передвигаемся с вами на следующий курорт, не буду вас, как и обещала, сильно грузить отелями, если будут какие-то потом вопросы, просто присылайте либо вопросом, либо заявочкой, в принципе, в основном, основная вся информация, она также есть и в интернете. Переходим к следующему курорту, это курорт долины Гастайн, знаменитые два городка, городки Батху в Гастайн и Батху в Гастайн. Я бы основной акцент хотела бы сделать все-таки на Батху в Гастайне, это деревушка, она как бы первая в долине, чем он мне нравится, лично мне, чем он мне нравится больше, тем, что сам по себе городок вот этот, он расположен равнинно, и в то время как городок Батху в Гастайне, вот здесь вот он дальше в долине расположен, он весь состоит из террасы таких, то есть он расположен уровнами, и иногда бывает, что по карте смотришь, кажется, что отель там достаточно удобный и близко к центру, а это, например, там второй или третий уровень, и туристы у нас постоянно ходят по горам вверх-вниз, да, там, конечно, созданы определенные условия, конечно, там есть эскалаторы, такие тоннели специальные, но этот момент все равно нужно учитывать. К примеру, если у нас семья, папа катается, мама с маленьким ребенком и планирует гулять с коляской, то вот в Батху в Гастайне я бы не рекомендовала, да, лучше выбирать для таких клиентов в Батху в Гастайне, потому что там совершенно замечательные для этого условия, отличный центр, исторический, очень симпатичный, огромный-огромный-огромный, так называемый кур-парк, да, с расчищенными дорожками, ездить погулять, покатать в тишине колясочку, либо просто, если кто-то любит пешие прогулки, то есть всевозможные расчищенные, размеченные маршруты для пеших прогулок, есть тропа, которая соединяет Батху в Гастайне с Батху в Гастайне, и, собственно, для отдыха людей, которые не катаются, да, это один из лучших вариантов, на мой взгляд, да, и не только за счет какой-то равнинности, не только за счет исторического центра, но и за счет того, что на этом курорте есть термы, есть термальные комплексы, о них я расскажу сейчас поподробнее, если характеризовать зону катания в этой долине, да, то это вы видите 220 километров разнообразных праз, высота до 2700 метров, то есть достаточно серьезная, высота гарантии снега с ноября по апрель, ну, я бы сказала, конец марта, конечно, если зима достаточно мягкая была, то катание будет, ну, не очень комфортным, хотя при наличии недостаточного снега, да, снега, в общем-то, и в 20-х числах марта там можно кататься, особенно с утра в первый плане дня там совершенно в этом плане замечательно. есть условия, созданные для фрирайда, да, то есть очень часто, да, туристы обращаются с такими нестандартными запросами, да, фрирайд, пожалуйста, в отхугаштане это возможно. Современные подъемники обновляются постоянно, заменяются старые на более современные, более качественные, то есть эта работа идет постоянно, про это я как раз, да, вам говорила в начале нашего вебинара, что действительно инвестируются очень большие средства. На этом курорте достаточно хорошо и давно занимаются российским рынком, и туристы из России любимы, их ждут, и мы это можем видеть, собственно, и благодаря тому, что стараются взять русскоговорящий персонал на сезон, чтобы они работали в отелях, и вот также вопрос русскоговорящих вернолыжных инструкторов на этом курорте может быть решен. Хотя, опять же, да, я хочу вам немножко в сторону по поводу русскоговорящих инструкторов сказать два слова. Пожалуйста, никогда не гарантируйте туристам вот стопроцентно, что это будет русский человек, да, потому что понятие именно русскоговорящего вернолыжного инструктора это такая очень условная вещь, то есть любой человек, который там знает 10, 15, 20 слов на русском языке, он будет классифицирован вернолыжной школой как русскоговорящий инструктор. Вот, и это могут быть Словакия, Словенцы, Поляки, там, из Прибалтики, да, инструктора, и, соответственно, чтобы не было потом у вас и у нас, соответственно, да, вот этих вот нареканий, что как же вы мне обещали русскоговорящего инструктора, который он по-русски практически не говорит, да, они знают основной базовый набор русских слов и, соответственно, общаются, то есть вы объясните вашим клиентам очень важную вещь, да, что на самом деле они берут себе поналожного инструктора не для того, чтобы с ним разговаривать на русском языке, он их будет учить кататься на горных лыжах, он будет помогать усовершенствовать свою технику, для этого ему не нужно разговаривать, то есть, как правило, вот этих пятнадцати, десяти, пятнадцати, двадцати слов, которые он знает на русском, этого достаточно, чтобы объясниться, понять, дальше они просто катаются, и человек повторяет, да, те движения, которые, собственно, в том качестве, в котором требуют одного инструктора, то есть для этого знания языка не нужно. То же самое важно понимать, да, что когда дети идут в горнолыжную школу, там основной язык общения это все равно английский и английский, и когда берут для детей, например, русскоговорящего инструктора и очень переживают, что как же дети не поймут, они прекрасно все понимают, да, они и в обычной группе совершенно замечательно находят общий язык, да, и со всем они как-то разбираются, справляются, а если у них индивидуальный инструктор, вот этих десяти, пятнадцати слов детям хватает сто процентов для того, чтобы понять себя, ну, наладить взаимопонимание с инструктором. Вот это было такое лирическое большое отступление. Значит, на этом курорте, да, возвращаемся к Дарине Гастайн, курортом Бадхов Гастайн и Бадгастайн, есть и каток открытый и открытый, и беговая лыжня, как я уже говорила, и есть такие, вы вот на ролик, когда смотрели перед, перед началом вебинара, там видели, это люди ходят с такими как теннисными ракетками на ногах, да, это называется ходьба похода в снегоступах, то есть когда одевают такие широкие приспособления на ноги, да, чтобы увеличить поверхность, да, соприкосновения со снегом, и вот по целине, по снежной целине уходят с инструктором, это сопровождаемые, как правило, походы, это предлагают отели многие, офисы по туризму местные, то есть любой человек может принять в них участие, это бесплатно, ходят в горы, поднимаются на вершины по таким целинным тропам, очень красивые на самом деле прогулки, открываются замечательные панорамные виды, очень многие люди пока не попробуют, не верят, что это очень здорово, и что это действительно может быть захватывающим, хорошим зеленым отдыхом, и хорошая альтернатива горнолыжному спорту, опять же, да, для тех, кто не катается. Также на этом курорте в отходе Бастайн есть железнодорожная станция, да, что немаловажно, и это значит, что можно добраться до Затсбурга, поездом, прямым для бюджетных туристов, например, это могло бы быть интересной альтернативой трансферу, потому что трансферы все равно достаточно дорогостоящие, а если, например, туристы прилетают в тот же Мюнхен со стыковками, если люди достаточно опытные путешественники и не боятся со стыковками, они совершенно замечательным образом могут добраться на курорт самостоятельно на поезде. Также те, кто не катается, да, сели с утюдца, доехали до Затсбурга, погуляли, походили по магазинам, пообедали, сходили, поднялись в крепость Затсбурга, сходили в какой-нибудь музей, и вечером и ужином вернулись уже на курорт, тоже достаточно бюджетный, незатратный, нужно покупать экскурсию, очень многие любят определенную такую самостоятельность в отпуске, пожалуйста, есть для этого все возможности. И вот основной козырь этого курорта, я о нем упомянула в самом начале, это термо- и целебные штольни. Есть они и в деревушке Батхов-Гастайн, и в деревушке Батхов-Гастайн. В Батхов-Гастайне термальный комплекс гораздо более современный, то есть это, опять же, в моем личном рейтинге это такой дополнительный плюсик именно этому курорту. Достаточно современный комплекс, и действительно очень комфортное времяпрепровождение. Хочу упомянуть отдельно, что вода там действительно целебная, с высоким содержанием радона, поэтому есть определенные даже медицинские показания. То есть этот курорт, он именно так и классифицируется, как круглогодичный термальный курорт, то есть он достаточно популярен, и люди едут туда и зимой, и осенью, и, собственно, не только ради горных лыж, очень многие едут сюда ради него этой воды термальной. Термальный комплекс Батхов-Гастайн это большое количество саун, парных, различные зоны, то есть есть отдельная зона именно для детей, с детским бассейном, с маленьким, с мелким лягушатником, с детской горкой водяной, есть открытые бассейны, есть закрытые бассейны, есть зона саун только для женщин. Как вы знаете, в Австрии, в Германии вообще принято посещение саун совместное, мужчины и женщины. Более того, наличие в сауне, когда люди находятся, наличие купального костюма резко не приветствуется, то есть это должна быть либо простым, либо полотенце, по гигиеническим соображениям, потому что считается, что люди потом после сауны, вот в этом купальном костюме, он все равно не сможет быть так, да, там сполоснуть под душем, вот как мы тело ополоснули, да, что человек идет потом в бассейн, и это как бы не гигиенично, то есть гигиенично быть на гишом и, собственно, в полотенцах, либо в простыне, да. И многих наших соотечественников, в основном сейчас уже все как бы привыкли, уже все ездят достаточно давно, уже с этим столкнулись, но многих это все равно неприятно шокирует, и многие дамы как бы не готовы, да, к такому отдыху, и зная, опять же, да, такие особенности, стараются сейчас очень во многих отелях вводить вот эти вот сауны, где можно находиться в купальных костюмах, например, или еще, но вот в конкретный подход к гастайне, вот в этом, в Альтантерме они поступили немножко по-другому, они просто сделали зону саун только для женщин. Достаточно комфортно, пользуются, в общем-то, популярностью, поэтому обращайте на этот момент внимание, рекомендуйте смело этот курорт именно туристам, которые любят совмещать катание на лыжах с каким-то дополнительным отдыхом. Идеально, конечно, для любого клиента, потому что и катание здесь отличное, и дополнение после лыж, дополнение шикарное совершенно по туристическому потенциалу. Единственный момент, я бы сказала, что, наверное, на мой взгляд, здесь достаточно скромные опрыски, то есть вот такого будет много веселья здесь нет. То есть, конечно, есть несколько баров, есть несколько таких вот на горе, в основном они расположены. Вечером достаточно тихо, спокойно выйти прогуляться просто перед сном. Да, можно, но вот так вот зависит от утра особо негде. То есть та молодежь, которая хочет именно такого бодрого отдыха, ей здесь будет скучновато. Это нужно понимать. Вот вам несколько фотографий как раз вот катания в ёлках, про которые я говорила и фрирайд в том числе, да. Такие у нас панорамы там открываются. Как раз город располагается в крупнейшем в Европе национальном парке, то есть это заповедная зона. Вообще в Австрии очень бережно, конечно, относится к природе, к сохранению природы. То есть совершенно колоссальные проводятся исследования, прежде чем построить какой-то отель или какую-то станцию подъемников, запустить новую. То есть очень-очень-очень серьезно к этому относятся. Вот они, пожалуйста, вам тоже санки. Очень, кстати, веселый вид отдыха. И достаточно экстремальный, как вы видите, да. То есть горы, скорость развивается очень прилично. Не уступает по количеству адреналина и веселью, в общем-то, и горному лыжу. Буквально хочу несколько отелей вам презентовать. Обратите ваше внимание. Очень достойные отели. Это отель Норика 4 звезды Супериор. Расположен в центре курорта. Есть своя собственная эспазона. Также этот отель и вот следующий отель, про который я вам скажу. Они, это их козырь основной, они соединены подземным переходом с термальным комплексом Альпантерны. И стоимость проживания в отеле входит в посещение, неограниченное посещение этого термального комплекса. Это, конечно, просто одна из самых востребованных, в общем-то, опций для российских туристов. Очень любит вот эту возможность, да, в халатах и в тапочках пойти в термы. И потом также вернуться обратно по подогреваемому переходу, чтобы не одеваться зимой. Особенно с детьми. Это очень-очень удобно, действительно. Вот, а так вот в эти Альпантерны могут входить люди с улицы, да, совершенно, которые живут в других отелях. Пожалуйста, покупайте билет на определенное количество времени, то есть как удобно. И пользуются всеми, всей инфраструктурой термального комплекса. Ну, да, отель расположен в центре, как я сказала. Опять же, да, нюанс в плане расположения курорта относительно подъемников. Подъемник, в общем-то, один, и он не от центра идет, да, то есть курорт немножечко сам по себе, подъемник чуть в стороне. Поэтому от всех основных отелей порядка 600, 700, 800 метров идти до подъемника. То есть это тоже нужно понимать, до туристов правильно доносить эту информацию. Все, кто не хочет носить на себе оборудование, да, там есть эскибасы, да, бесплатные лыжные автобусы. Те, кто не хотят пользоваться эскибасом, те, кто не хотят ходить в лыжных ботинках достаточно далеко, могут пользоваться услугой скидепо. Это оплаченные такие камеры хранения для лыжного оборудования. То есть вы приходите в свои обычные углы, оставляете ее там, надеваете лыжные ботиночки тепленькие, берете свои лыжи и принимаете с ногу. Либо такие скидепо есть прямо на самой зоне катания уже на горе. Следующий отель, это отель Эстерехи Шерхов, по-русски это звучит австрийский двор, потому что австрийский вариант совершенно трудно произносим для российского человека. Отель также 4 звезды, очень хорошие, есть номера, здесь вот у нас представлены, есть номера традиционные, есть еще улучшенные, есть сьюты, есть семейные апартаменты, разные совершенно категории номеров. Очень комфортная, очень приятная, отличная кухня, также есть свои аспазоны. И отель также соединен с термальным комплексом, вот как и отель Норик, по которому я говорю перед этим. Стоимость помещения комплекса включена на стоимость проживания. Еще отель 4 звезды, Йоханнес Баттель Палас, более бюджетный вариант, расположим чуть дальше от центра, за счет этого бюджетнее значительно. И очень все достойно, хороший уровень, такая твердая четверка, но для непритязательных клиентов, для тех, кто хочет все-таки более бюджетного отдыха. Собственно, закончу я на отельной базе на курорте Подхолгостайн. И мы с вами передвигаемся на курорт Целямзе и Капрун. Это третий курорт среди вот этой большой тройки земли Зальцбург, про которую я хотела бы сегодня поговорить. Курорт, конечно, тоже со своей изюминкой, как вы видите, расположен и ролик, вот то, что вы сегодня смотрели перед вебинаром, он как раз по этому курорту снят. Он расположен на берегу красивейшего озера Целямзе и состоит он, по сути, вот эта курортная зона состоит, по сути, из трех городков. Здесь вот подсвечено, видно, это Целямзе сам, собственно, небольшой такой вот райончик, вот здесь чуть-чуть в стороне, это называется он район Щутдорф, то есть почтовый адрес у него, у этих отелей, он идет как бы Целямзе, но всегда уточняйте, Целямзе это или это район Целямзе и Щутдорф, потому что от центра это достаточно далеко. И вот там вот в глубине светится городок Капрун, между Капруном и Целямзе порядка 11 километров, ходят бесплатные шаттлы с кебасы, добраться совершенно несложно. Капрун расположен, по сути, у подножья единственного в Зальцбургском крае ледника Китштейнхорн и на Китштейнхорне, соответственно, есть собственная зона катания. Вот там еще разочек, да, информация, вот он у нас Целямзе, вот он у нас Щутдорф, у Щутдорфа есть свои собственные подъемники, да, которые привозят туристов у нас на общую зону катания. И вот там у нас Капрун, и зона катания на леднике, она вот там, ее мы просто здесь не видим. Она есть, в общем-то, достаточно большая. Также новостью этого курорта является то, что они продолжают свою работу. В 2019 году должно произойти объединение курортов Зальбах-Интерглем, да, это первый курорт, про который я вам сегодня рассказывала, и зоны катания Целямзе и Капрун в единую зону катания. То есть это будет, конечно, беспрецедентное совершенно по количеству, по совместному количеству горнолыжных трасс по километрам зоны. То есть это будет порядка 400 километров трасс-зона катания, очень крупная. Все это можно будет объехать с одним степасом, и все это будет объединено именно подъемниками, да, а не автобусами. На зоне катания, да, сейчас Целямзе и Капрун порядка 140 километров горнолыжных трасс. 100% гарантия снега за счет единственного в Зальцбургском крае ледника, Кетштайнхорн. Отличный фан-парк, как раз расположен на леднике. То есть для молодежи, для злобордистов созданы суперусловия для катания. Вот как раз зона катания, да, ледниковая, вот он как раз фан-парк, можете посмотреть. На самом леднике своя собственная инфраструктура, там есть и смотровые площадки, там есть музей ледника, там есть небольшой кинотеатр, где можно тоже посмотреть фильм. В общем, инфраструктура совершенно отличная. Курорт также подходит для отдыха семейного, да, потому что как раз для тех, кто катается и кто не катается, равные созданы условия для отдыха. То есть те, кто у нас не катается, они не будут в таком статусе, знайте, не будут отдыхать посадочного принципа, вот так можно сказать. То есть они действительно получают полноценный отдых, потому что инфраструктура вся создана и для них в том числе. То есть все, все то, что я рассказывала про прогулки, про походы в снегоступах, беговую лужню, все это здесь есть. Также, если замерзает Северское озеро, там делают каток, расчищая, там же можно заниматься и сноукайтингом, да, это когда по льду с парусом человек на лыжах или на сноуборде катается, то есть такие уже немножко экстремальные виды зимнего спорта. То есть по сути есть чем себя занять абсолютно любой категории отдыхающих. Также в Целямзе есть железнодорожная станция, также прямое сообщение с Зайцбургом. Те же полтора часа на трансфер мы закладываем для туристов, которые приезжают и сюда и прилетают в Зайцбург. Съездить в Зайцбург погулять, посмотреть, все это возможно. Очень красивый сам по себе городок, именно центральная часть. Есть магазинчики, есть барчики, есть ресторанчики, кафешки. По озеру можно погулять вдоль озера. То есть отдых будет совершенно замечательный, такой размеренный, с атмосферой, с австрийским гостеприимством. Чем смело-смело-смело можно рекомендовать. Один из отелей, который в общем тебе дает визите, карточка этого курорта, это гранд-отель Целямзе. Это четыре звезды, супериор-отель. Отель, конечно, красавец. В таком, несколько имперском он стиле, да, само здание построено. Он расположен на берегу озера. И очень много номеров, есть разных категорий, предлагают именно вид на озеро. И с балконами номера очень красиво, его достаточно любят наши туристы. И я должна сказать, что это отель не топовый, да, по уровню, то есть он достаточно, это не лакшери. То есть это хороший отель за очень разумные деньги, собственно. И отель предлагает весь комплекс услуг. То есть есть и спа-зона, причем там есть две спа-зоны. То есть одна небольшая для всех гостей отеля, другая панорамная на самом верху. То есть вот здесь вот она расположена с шикарным видом на озеро. Называется отдельная зона. И она идет за отдельную плату, поэтому она никогда не бывает переполнена. Там действительно комфортно, там действительно можно получить такое уединение, расслабление. Всевозможные процедуры. Можно заказывать массажи, все это и есть. Всем этим можно пользоваться. Также в отеле есть детский клуб, что немаловажно. И на зимний сезон, особенно на период январских праздников, стараются, чтобы там был русскоговорящий персонал. То есть это тоже такой момент. Отель расположен, как я сказала, на берегу озера, поэтому до подъемников от него достаточно далеко. То есть это где-то метров 500-600. Есть свой собственный шаттл в отеле. Несколько раз с утра возят своих туристов бесплатно до ближайшего подъемника. Ну а также, да, не забываем, что можно пользоваться услугой скидепо, оставлять свое горнолыжное оборудование, не носить его с собой. И тогда, собственно, удаленность от подъемников не так важна. Следующий отель, Альпин Резорт Целямзейн, это 4 звезды. Это как раз вот отель, почему я хотела на него сделать такой тоже акцент. Отель расположен прямо на зоне катания. То есть те туристы, которые говорят нам обязательно, чтобы не ходить, не носить, а скидепом мы не хотим, вы, пожалуйста. По сути, вышел из лыжного хранилища, уже одел лыжи, и ты сразу скатываешься прямо к станции подъемника. Это удобно, это здорово, это замечательно, но всегда есть одно небольшое «но». Вечером, если вы любите гулять, например, в центре, если вы хотите посидеть, выпить чашечку горячего шоколада, например, в центре, посмотреть на людей, то от этого отеля вам нужно будет либо взять, например, такси, либо идти пешком, но это где-то полтора километра до центра, до озера. То есть здесь нужно выбирать, либо мы хотим жить в центре и поближе к подъемнику, либо мы хотим жить на зоне катания. Да, действительно, абсолютный скид скид, но при этом вечером мы будем не каждый вечер, собственно, ходить гулять в центр. Следующий отельчик – это отель «Тве звезды», отель «Зейхов». Я специально несколько таких более бюджетных вариантов вам хочу показать. Вот «Ланд-Отель Марта» – это тоже трешечка, да, то есть вы видите, все очень достойно, гораздо они скромнее, в общем-то, выглядят, чем отели «Четыре звезды», но расположены они очень хорошо, до подъемника там примерно 250-300 метров, то есть очень удобно, центр близко, подъемник близко, достаточно скромно, но это действительно очень бюджетные варианты, и наши туристы очень охотно их бронируют, потому что, собственно, они не готовы переплачивать за всю инфраструктуру, то есть если люди едут кататься, то, собственно, они не готовы переплачивать за ту инфраструктуру, которую они не пользуются, то есть если им не нужна огромная спа-зона, если им не нужен какой-то дополнительный сервис, то прекрасный вариант – это «Три звезды», это очень действительно достойно, отличное гостеприимство у, собственно, австрийских хозяев, да, то есть все отели, как правило, принадлежат одной семье, и эта же семья, собственно, и работает на ресепшн, поэтому гости чувствуют себя действительно как дома. Заканчиваю с курортами земли «Зальцбергерланд», и переходим мы с вами к курортам земли «Тироль», вот она у нас, вот эта земля, знаменитейшие совершенно курорты, самые тоже популярные, они расположены именно здесь, начнем мы с курорта «Майрхофен», курорт старейший, но, наверное, на российском рынке, очень популярный у наших туристов, ездят в него постоянно, ездят в него регулярно, очень большое количество возвратных там бронирований, если можно так говорить, потому что очень большая зона катания, сама деревушка «Майрхофен» – это только часть, это одна из нескольких деревушек этой долины, долины Целерталь, в этой же долине есть тоже ледник, вообще земля «Тироль» она богата на ледники, значит, 100% гарантия снега, что немаловажно. Катание, собственная зона катания в «Майрхофене» – это 136 километров трасс, и изюминка курорта – это трасса «Харакири», знаменитейшая трасса, одна из самых сложных, наверное, в Австрии, уклонами 78 градусов, то есть представляете, это практически отвесный спуск, 90 практически градусов, вот так вот для обычного человека. И, конечно, съехать с этой трассы – это серьезная такая заявка на профессионализм, то есть нужно иметь очень серьезную подготовку, нужно быть действительно профессионалом, и те, кто осилили эту трассу, они любят щеголять по курорту в таких толстовках с надписью «Я пережил Харакири», да, вот, есть сувенирный магазин, где-то можно все купить, там всевозможная сувенирка на эту тему есть, то есть это действительно такой бренд трассы «Харакири», очень и очень популярный, очень многие, собственно, едут ради нее на этот курорт. Курорт отличный совершенно, то есть это большая такая деревня, то есть это не маленький городочек, это большая деревня. Есть где погулять, есть все возможные варианты для дополнительного, да, зимнего отдыха, это беговые лыжи, каток, керлинг, самки, пешие прогулки, то, что все я называла, все это здесь присутствует в полной мере, есть крытый бассейн, то есть это зона, это лечение для всей семьи, это несколько бассейнов, сауны, то есть он такой, как комплекс, да, то есть вода не термальная, обычная, но тем не менее, иногда бывает, когда, знаете, плохая погода, люди с большим удовольствием используют все вот эти инфраструктурные возможности, которые предлагает курорт. вот, собственно, да, схематичная зона катания, что бы я хотела, да, сказать, что, видите, деревня большая, и она опять же расположена достаточно так широко, она раскинулась, и подъемник, по сути, вот он один на основную, да, зону катания, а это следующий, да, то есть они очень рядышком находятся друг от друга, но основные отели, да, они на достаточно серьезном удалении расположены от подъемников, поэтому здесь тоже нужно обращать внимание, да, что нету такого варианта, да, скин-скеаут, нету варианта такого, что все отели рядом с подъемником, и не нужно ходить, нет, это не про этот курорт. Еще одна особенность этого курорта, то, что здесь нету тупого размещения вексу, да, здесь отели достаточно такого, ну, хорошего, добротного, но среднего уровня, и очень большое количество всевозможных апартаментов, консионов, большой выбор бюджетного, для бюджетного туриста, поэтому опять же тоже этим образом популярность курорта, она, конечно, дополнительно растет, потому что действительно за небольшие деньги, плюс трансфер из Мюнхена, да, тоже достаточно недолгий, порядка двух часов, то есть это все те такие составляющие, да, которые позволяют этот курорт поднять уже там, да, в топ-10 любимых и самых популярных курортах Австрии. Вот она, ледниковая зона, да, то есть туда тоже ходят бесплатные эскибасы, вообще автобусное сообщение эскибасов налажено изумительным совершенно образом, то есть туристы совершенно не должны их бояться, там все понятно, все размечено, все очень доступно, не нужно брать никакую прокатную машину, да, потому что опять же все-таки вождение в условиях альпийских требуют определенного навыка и определенной сноровки, вот, и все пользуются вот этим общественным транспортом совершенно замечательно, и можно действительно получить очень многообразное, разнообразное катание, потому что вся вот эта зона катания, вся долина Целерталь, это больше 300 километров трасс, да, то есть на любой вкус, на любой уровень подготовки каждый найдет здесь катание по душе. Если мы говорим про отельную базу, самый знаменитый, наверное, отель, это спорт-отель «Штрасс», это отель 4 звезды, он идеально расположен близко к подъемнику, то есть это конкретно 50-100 метров от станции подъемника, пентлинга, самая главная, которая идет на основную зону катания. В отеле есть и сауна, в отеле есть и бассейн, в принципе, отель – это несколько зданий, и там есть и отель с размещением там уровня 3 звезды, и отель 4 звезды, и есть часть, которая работает на полупансионе, завтраки, ужины, есть часть отель «Гарни», которая работает только на завтраках. Следующий отельчик – это отель «Сан-Георг», очень тоже достойный, такой в традиционном стиле, с бассейном, с хорошей кухней, очень гостеприимные хозяева, расположен хорошо, тоже смело можно предлагать, хорошая такая твердая, добротная четверка. Альпендамециль, но и хаус тоже, да, отличный отель, несколько удален от подъемника, да, но, как я уже сказала, на это не стоит обращать серьезного внимания, да, конкретно на курорте «Майрхофен» это обычное дело, потому что подъемник один, а деревня большая. Отель действительно, видите, да, оформлен в таком мавзийском стиле, много дерева используется в оформлении, очень уютная, отличная тоже кухня, вообще никаких никогда нареканий по этому отелю не бывает у нас, очень хороший вариант. Вот вам еще один бюджетный вариант, я хочу вам показать, да, расположен близко к подъемникам, достаточно центрально, просто чтобы вы представляли, что же такое пансионы, в Австрии конкретно, и в «Майрхофене» в частности, да, все очень достойно, да, достаточно аскетичная обстановка, но есть все необходимое. А еще хотел сказать, несколько, отвлекусь, да, несколько моментов по размещению, да, то есть если у нас туристы размещаются в Австрии в апартаменты, то у нас всегда входит постельное белье, да, то есть никогда не нужно это везти с собой. Вот заканчиваем с «Майрхофеном», переходим к следующему курорту, курорт Тюльден. Большинство из вас, конечно же, его прекрасно знают, это один из самых популярных курортов Австрии, расположен он уже у нас, конечно, достаточно, как я это называю, глубоко в других горах, то есть от Мюнхена, это 3-3,5-4 часа трансфер. Ближайший аэропорт к Зюльду, но это Инспрук. Из Петербурга есть у нас в этом сезоне прямые рейсы авиакомпании «Севен» до Инспрука, но очень серьезный минус этих рейсов, то, что они пятничные, а горнолыжные курорты, как вы знаете, отели на горнолыжных курортах подтверждают размещение суббота-суббота, либо воскресенье-воскресенье. То есть по пятницам получить размещение на таких курортах популярных, как и Зюльден, Майрхофен, Ижбель практически невозможно. Поэтому мы индивидуально, то есть буквально в ручном таком режиме ищем размещение по пятницам, под индивидуальные запросы, чтобы привезти туристов, конечно, на Инспрук, потому что действительно, конечно, это серьезно сокращает время трансфера. Достаточно дорогие отели, в общем-то, подтверждаются по пятницам. Более бюджетные предпочитают все-таки суббота-воскресенье только лишь, они не индивидуальные, потому что у них очень высокая загрузка, то есть у них стопроцентная продажа, обычно на весь сезон курорт, я еще раз повторюсь, очень популярный, поэтому им просто нет смысла что-то менять в своей структуре. Для более дорогих клиентов, пожалуйста, будем пробовать подтвердить по пятницам. Почти 150 километров трасс, самый длинный спуск курорта 15 километров, высотное расположение, две ледниковые зоны, стопроцентная гарантия снега. Есть абсолютно вся инфраструктура горнолыжная, но этот курорт, конечно, идеально подходит для тех, кто именно катается. То есть те компании, которые на плавину кто-то катается, кто-то не катается, они у нас остаются для размещения вот на тех курортах, о которых мы говорили до этого. То есть это хорошо ехать в Майрхофен, хорошо ехать на курорт из Низамбезальсбург, потому что там на ней действительно созданы все условия. Сюда в Зюльден лучше ехать, конечно, тем, кто катается и кто планирует на горе проводить, в общем-то, целый день. Но, конечно же, это Зюльден не был бы топовым курортом, если бы не было своих таких козырей и бонусов. Есть на этом курорте отличный комплекс, собственный комплекс бассейнов и саун, называется Фрайцайт-арена, прямо на самом курорте в центре городка. А если проехать минут 15, на общественном транспорте или комитакси там расположен огромный термальный комплекс, называется Аквадом. Это и термальный комплекс, и отель, который с ним соединен. То есть там можно и проживать, ездить, кататься в Зюльден, либо из Зюльдена в тельник, например, либо плохая погода, либо устали, поехать поплавать. Огромный комплекс, есть скрытые и закрытые бассейны, всевозможные сауны, есть детская зона с горкой, есть зона СПАТ-3000, это тоже такая несколько обособленная зона по отдельному билету туда вход, то есть она менее загружена людьми, и там действительно такой релакс, и расслабление, успокоение, свободно, не переполнено, очень комфортно. Поэтому Аквадом, да, это хороший вариант, в общем-то, для тех, кто не катается, либо если нужна какая-то нам альтернатива на случай плохой погоды. Вот здесь я хотела вам показать схему горнолыжных трасс. Как вы видите, сам городок, он вытянут в долине, и что хорошо, что здесь есть два подъемника, которые, да, идут у нас из курорта, да, с двух его концов. Поэтому все размещение, которое находится недалеко, либо даже в центре, это всего лишь там 3-4 минуты пешком, там 5 минут пешком до подъемника. То есть в этом плане на курорте достаточно комфортно. И есть отели, которые предлагают катание скин, скиаут, и есть отели, которые расположены действительно рядом с подъемником, как, например, отель Регина. 4 звезды Супериор. Очень люблю этот отель. Предлагает отличный сервис, супер-кухня, изумительная собственная спа-зона и расположен буквально в 50-100 метрах от подъемника. То есть очень удобно. Отель достаточно дорогой, высокий уровень сервиса. Можно предлагать взыскательным клиентам совершенно со спокойной душой. Все номера выполнены в таком традиционном стиле. Очень хорошее качество. Есть большие номера, есть большие сьюты. То есть все это присутствует. Отель Тироллер Хофф. Тоже отель 4 звезды. Отель хорошего уровня, но попроще. То есть сравнивать с Региной. Тоже очень удачно расположен, близко к подъемнику. Есть спа-зона с бассейном. Достаточно такие лаконичные номера, но со всем необходимым все присутствует. Вот пенсион. Также я вам всегда на каждом курорте хочу дать такое представление и о более бюджетном отдыхе. Пенсион Мина. Тоже удачно расположен. Центрально. Достаточно все близко. И номера, как видите, тоже с симпатичным и санузлом. И сами номера достаточно симпатичные, форменные деревом. Все очень уютно. Так. С Зельдами мы тогда закончили. И передвигаемся к нашему последнему курорту на сегодня, про который я хотела бы поговорить. Это курорт Ижка. Это, конечно, если так говорить, австрийский Куршевель. Чтобы всем было понятно сразу, с чем мы имеем дело. Курорт изумительный. Огромное количество трасс. Почти 280 километров связанных между собой трасс. Зона катания объединена. Это две зоны. Это австрийская и швейцарская стороны. То есть он находится на границе с Швейцарией. В зону входит швейцарский Самнаун. И в Самнауне это зона беспушинной торговли дьюти-фри. То есть те, кто у нас любит шопинг, они могут, собственно, съездить в Самнаун. Причем, используя систему подъемников и можно ехать и как с лыжным оборудованием, то есть, да, катаясь на лыжах, также можно ехать не катаясь на лыжах, то есть в обычной обуви, чтобы, да, спокойно походить по магазинам, маршрут продуман таким образом, что все подъемники, связывающие эти два курорта, они гондольные. То есть не обязательно быть со сноубордом или с лыжами, чтобы спуститься в Самнаун. Самый длинный спуск этого курорта 11 километров, 100-процентная гарантия снега, потому что, ну, благодаря высоте, потому что, в основном, вся зона катания расположена на отметке выше 2000 метров. Есть, естественно, освещенная вечерняя зона, есть освещенная ночная санная трасса в 7 километров, да, достаточно серьезная такая по продолжительности. Есть небольшое количество беговой лыжни, есть отличный каток, есть экстремальное развлечение для любителей острых ощущений. Это Ижгри Скайфлай, это такой зиплайн, да, натянутый на высоте почти вот 1400-1700 метров, скорость развивается до 80 километров в час, работает круглогодично, то есть и летом, и зимой. В общем, курорт, конечно, изумительный, для золотой молодежи, для всей такой респектабельной публики, те люди, кто любит дорого-богато, пожалуйста, это сюда. Отели очень дорогие, рестораны очень хорошие, тоже очень дорогие. Вот на слайде, да, я специально поставила картинку, мы видим концерт на горе, курорт любит открывать сезон, закрывать сезон, приглашать каких-то звезд мировых, и каждый гость курорта, купив скипас, уже сразу становится участником этого концерта, этого шоу. Инфраструктура совершенно замечательная, очень весело, очень задорно, отличные клубы, отличные опрыски, то есть это, конечно курорт отличник по всем статьям, по всем фронтам, но конечно это дорого, достаточно. Еще особенность, если говорить про особенность именно отельной базы, то, как вы знаете, в основном на горнолыжных курортах отели уровня там четырех звезд, трех звезд, работают по системе хоббот, да, то есть авторфюжен, и от ужинов, как правило, не отказаться. Ижгель в этом плане отличается от основных курортов, здесь очень большое количество отелей гарни, то есть гарни это отель, у которого нет вечернего ресторана, то есть отель, который работает только на завтраках. И те отели, которые предлагают завтраки, ужины, стали сейчас предлагать так называемый облегченный полукенсион, то есть, например, когда из недели два вечера у вас нет ужина включенного в стоимость проживания, это делается для того, чтобы гости курорта могли пойти покушать в каком-то другом ресторане, а при другом отеле, потому что здесь действительно на этом курорте они большое очень внимание уделяют именно гастрономической составляющей отдыха. И да, это действительно очень интересно, но обязательно нужно информировать ваших туристов, потому что, конечно, это все достаточно дорого, то есть, те бюджетные туристы, которые хотят покататься выжгли, все равно должны быть готовы к тому, что удельна стоимость всех сопутствующих услуг здесь значительно выше, чем у других курортов. Вот, к примеру, отель, да, отель «Звезд Супериор» Трафано Рояль, один из самых дорогих, один из самых респектабельных отелей курорта, отличная спа-зона, отличная кухня, высочайший уровень сервиса, даже нечего добавить, что называется, очень хороший вариант для взыскательных туристов, можно предлагать смело, все будут довольны. Отель попроще, это 4 звезды, то есть, более бюджетный вариант, но тем не менее, да, вы видите, насколько все выглядит достойно, тоже своя спа-зона, все в традиционном стиле, оформлено, используются в форме не только натуральные материалы, отличная кухня и очень хорошее расположение. И вот вариант бюджетного, да, варианта размещения на этом курорте, отель «Три звезды», отель «Персура», да, совершенно, конечно, другой уровень, то есть, вы это видите, вы вспоминаете те отели, которые мы видели на других курортах, здесь, конечно, уровень повыше, ну и, соответственно, и он дороже. Собственно, этим курортом, рассказом про этот курорт, я бы хотела завершить нашу с вами сегодняшнюю презентацию. Спасибо вам за внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы, обязательно обращайтесь. заявки можно присылать на наш адрес ски-собаку time-travel.ru Также можно позвонить нам по телефону. Бесплатно есть линия для звонков из регионов, на сайте можете посмотреть, и, собственно, в системе можете посмотреть наше предложение, если есть какие-то вопросы, задавайте. Мы будем рады. Всем спасибо большое за внимание. Всего доброго. Вот это уберешь, пожалуйста. Ну что? Это хорошо, что вы меня видите. Я просто на самом деле осталась. Думаю, может быть, какие-то вопросы. может быть, кто-то еще соберется задать. Ну все, тогда я прощаюсь, раз вопросов нет. Всем спасибо, всего доброго. . Спасибо. Спасибо.